Распаковка товар, который я давно ждал. Привет с вами, Легит, и хорошего вам настроения. Друзья, продолжаем рубрику распаковок. Сегодня не сильно много товаров, зато среди этих товаров есть вот эта картонная коробка, которую я ждал еще с 11 ноября. Я ее тогда именно заказал, там некоторые были моменты сложности с таможней и тому подобное. В общем, об этом все расскажу, когда будем распаковывать эту коробку. А сейчас, по традиции, сдвинем все эти посылки в сторону для удобства, а вы берите с собой что-нибудь полезное вкусненькое, заварите чаек и начнем. Ну, поехали. Посылки сегодня разнообразные, наверняка вы такие посылки не найдете на других каналах. В общем, как я и обещал, что заказано на Алиэкспрессе, мы вместе с вами распаковываем. Куча маленьких пакетов, есть и консолидированные, и большие, ну, прощупывается, что там разные упаковки. Давайте с маленьких, вот один единственный, желтенький такой пакетик, посмотрим, что там. А, это, друзья, кто занимается страйкболом и всем вот этим всяким таким, это тот поймет. О, кстати, он пластиковый, зато легче, на самом деле даже может хорошо. Это лазерный прицел на Глок, кто занимается таким всяким таким и кому интересно, ссылочку, естественно, вы найдете в описании под этим видео. Так, едем дальше. Необычно, да? Да еще и на моем канале. Ну, вот так вот я разнообразный человек. Так, что это у нас тут? А, это, ребятки, вот из велосипедной темы, кстати, вот разнообразно. Тут у нас такое вот, застрельба и все такое, а здесь у нас велосипедная тема. О, кстати, она пластиковая коробка, я думаю, это бумажная. Пластиковый вот такой вот кейс, в котором находится ремонтный комплект для ремонта велосипедных камер, воздушных камер. Вот такие штучки, клей вот это вот, полнаждачку даже зашкурить. Ну, мало ли что, мне кажется, он очень мало места занимает и должен быть в каждом, у каждого велосипедиста такая штука должна быть, особенно тех, кто собирается ездить на дальние дистанции. Так, может, давайте от мала до велика немножко прыгнем, хотя здесь, мне кажется, опять будет много маленьких. Куча маленьких, всяких мелочей заказал, поэтому, поэтому вот такая вот распаковка будет. Мне такие даже больше интересны, почему на самом деле, не знаю почему. Вот такие вот мелочи, они меня чаще радуют, больше, чем собачка. Так, что это такое? Пока непонятно. А, ух ты, какая мягенькая! Это упряжка для собаки. Она такая прям мягенькая, тепленькая, даже с этими светоотражающимися. Упряжка для собаки, смотрите. У нас просто пёсель, он пока растёт, но ему уже взяли упряжку. Это такой ездовой, который в упряжке бегает. Вот, и взяли ему, ну это когда он уже на взрослого пёселя, вот такая вот упряжка, чтобы можно было кататься с ним на санках, на выжах, там, не знаю, о чём-то таком. Прикольно. Кстати, достаточно быстро пришла, не знаю, недели за полторы. Так, а здесь у нас что? Это, ребятки, опять же, из велосипедной темы. Очень быстро приходят эти товары, я не знаю, ну, тоже где-то за недели-полторы я их заказывал. До этого пришли очень быстро со склада России. И вот сейчас, это, опять же, в ночное время, когда ездишь, по-моему, она крепится под сидушку, насколько я помню. Ну, или ещё куда-то их можно, но под сидушку хорошо. То есть, это поворотники и стоп-сигнал. Не знаю, как он сейчас будет, не будет, здесь, наверное, батареечки надо поменять. А вот здесь кнопка включения есть. О, вот этот цвет индикатор красненький показывает о том, что нужно зарядить её. Да, вот она. Это на аккумуляторе. Она не на батарейках сменных, она на аккумуляторе, что, в принципе, хорошо. Пыли, влагозащита, все дела. Но сейчас она просто разряжена. Вот я её включил, и она красно мигает. Полезная штука, чтобы в черте города, если ездите, чтобы как бы давать знать о себе. Во-первых, более видный велосипед ночью. Во-вторых, естественно, опять же, чтобы понимали, куда вы сворачиваете и так далее. Вот так вот. Так, ну, давайте-ка ещё вернёмся к маленьким пакетикам, потому что прям вот очень интересно, что в них может поместиться в такие конвертики. Вот за этим, по-моему, я сегодня вообще достаточно далеко ездил. А-а-а, это я в подарок такой, да, по-моему? В подарок я, по-моему, такой брал. Блин, тяжёленький. Ну, это вот такой вот, как это, амулетик, не амулетик. Очень сильный, знаковый. И, кстати, он прям целиком металлический, достаточно тяжёлый. Доставать не буду, а кому интересно, кто в теме, может посмотреть у меня в ссылках в описании под этим видео. Ну, естественно, пакетик маленький. Это мне попросили для нашего пёселя, пока он маленький. Ну, знаете, это женские вот эти штучки для фотосессии. В общем, заказать ему очки. Не знаю, мне кажется, это полный бред, но... Ну, как полный бред? Просто зная своего пёселя, я думаю, что они недолго на нём продержатся. В общем, вот такие вот очки. Хотя это, скорее всего, для кошки. Я даже не представляю, как они на нём поместятся. Ему прям уже наши обычные пойдут очки. В общем, пока они пришли, он уже немножко подрос. Это когда совсем кучком, может, было. Вообще-таки в виде сердечка и вот такие круглые. Чего только не придумает. Так, что ж, продолжаем. Давайте-ка откроем вот эту огромную консолидированную посылку, которая даже уже немножко сама открылась как-то при вручении мне. Я, естественно, не смотрел, что там. Главное, чтобы ничего не выпало. Ну, вроде как, не должно. Тут вот раз пакет. О, опять же, закрыто всё. Два, маленький пакет. Коробка даже. О, Amphimega. Камера, камера пришла. На коробке уже понятно. И ещё пакет. О, и что пакет? Как раз под мусор. Так. Очень любопытно. Давайте с маленького начнём. Люблю я такие консолидированные. Даже не знаю, сколько там. Знаете, такое ощущение, что для меня как сюрприз какой-то. То есть, каждый раз заворачивает. Так. А, это, короче, друзья, алмазная точилка для... Алмазная точилка. О, какая она прям классная. С алмазным напылением. Вот знаете, вот, особенно для зубчиков ножовки подтачивать. Можно, в принципе, и ножи подводить. Почему бы нет? Ну, по большей части она как раз-таки для зубьев ножовки. Очень мало места занимает. Вот такой вот, как у стамески, деревянная ручка. Классная штука. Не помню, по-моему, это из российского магазина. По-моему, не китайская. Дерево в любом случае российское. Так, что это? Что это у нас такое? О, перчаточки. Обычные целлофановые перчаточки. Взял, по-моему, их 100 штук. Дешёвые. Ну, хотя до этого я брал такие резиновые перчатки. Знаете, которые гамбургеры обычно жрут. Вот, а это целлофановые. Я вот в тех резиновых тоже что-то готовлю порой, чтобы руки не пачкать и так далее. А этот целлофановый, такие тоненькие. Так, что у нас тут ещё такое красивое? Интересно. Не знаю, как вам, но мне прям интересно, любопытно. Потому что всё заказано в разное время. Ведро пришло. В общем, брал вёдра для приготовления корма. Ну, карпятники, наверняка, знают. Вот, ну, мне не для корма было. Мне вообще нужно было складываемое лёгкое ведро. Вот, которое вот так вот мало места занимает. И вот, в принципе, это такое ведро неприцаемое, которым можно носить, в том числе, воду. Вот, ну, то ведро было широкое, оно с кольцом по оси. Его сложно было. То есть оно не такое, не походное. А вот это вот уже, вот это уже интересно. Конечно, возможно, полным его не получится носить, потому что у него нет плотного каркаса, как у того. Но, тем не менее, вот такое вот ведерко, которое, сами видели, сколько занимает. И вот вам, пожалуйста, 20 литров. Ну, пусть будет даже 17-15 литров. Вот так вот его заполнить. Зато, как мало места занимает. Вот такое вот полноценное, в принципе, ведерко. В котором можно в походных условиях, откуда-то с речки, притащить воды. Видите, как оно, свернул-ка ходит. Красота. Так, камеры чуточку позже. Давайте посмотрим, что вообще за заготовка такая продается. У меня сегодня распаковка прям на три такие темы развилась. Велосипеды, рыбалка, кейпинг, вот такое все. И вот это вот как раз-таки относится, наверное, ко всему. Сразу одновременно. Дорогие друзья, здесь должен находиться дешевенький складной, складная удочка даже. Не спиннинг, по-моему, а удочка. Так. Такая красота. Здесь у нас катушка. Дешевый взял. Это чисто походный вариант, который не жалко в случае чего. Его просто закинуть в рюкзак, который будет легкий по весу. Ну, хотя эта катушка прям как бы металлическая. Мало места будет занимать. Потому что ты в рюкзак не положишься, что там складной спиннинг никак. Конечно, можно хороший спиннинг с собой взять, не вопрос. Но это именно приобреталось для компактного мобильного варианта. Хотя я смотрю, катушка такая себе неплохая. Мне казалось, что даже на рисунке она будет так себе. Юмоши, еще такое название японское. Оп, защелкнулась. Красота. Со стопарком. Смотрите, какой прям тормоз. Мне нравится, кстати, вот эта защелка. Смотрите, оп, все, защелкнулась. То есть не надо мне ничего крутить. Вот это вот. Но сейчас подкрутить в самом начале стоит. Вот. Оп. Сразу же. Нравится мне вот эта вот тормоз. Не знаю, как в практике. У меня еще не было таких катушек. Но вот эта тема вообще. Ну вот она вроде написана пятитысячная. По-моему, это трехтысячная. Вряд ли тебе пить. Ну да, написано пятитысячная. Двенадцать подшипников. Фрикционный механизм. Слушайте, да хорошая катушка. Смотрите, какой легкий ход. Вообще красота. И ручка вот эта вот. Прям бодрая катушка. Вполне можно использовать как гостевой вариант. Кому-то дать порыбалить. Или даже как. Ну просто, если вы не профессионал. Просто занимаетесь рыбалкой любительской. Несколько дней в году сходить на рыбалку. Да самое то. И удилище у нас здесь какое. Ну удилище это уточка, по-моему, все-таки. У меня есть телескопический спиннинг старый. Я его покупал не на Алиэкспрессе. Я его не помню уже. То ли на рынке где-то мы брали. На хорошем рынке рыбацком. Когда еще там не сильно был насыщен китайцем. Спиннинг японский. Микадо, насколько я помню. Да, это удочка, друзья. Это вот такая вот компактная, походная удочка. Видели такое? Ну, кстати, она не маленькая. Здесь что-то сколько тут метров-то. У кольца я смотрю прям нормальные. Такие под керамику сделаны, чтобы леску не пересирать. В принципе, относительно легкий. Не сказать, что тяжелый. Четыре с половиной или пять метров, друзья. Мне сейчас сложно сказать. Не помню, какой я заказывал. Можете посмотреть ссылочку в описании. Заказывал я просто где-то, наверное, с полтора месяца назад. И вот она пришла. Заказывал просто как компактную удочку. Спиннинг, я говорю, у меня еще, еще раз говорю, у меня есть. И компактный, и некомпактный. А вот это вот, который можно взять с собой, единственное, что... А, вот есть, да. Который можно положить с собой в рюкзак. Мало места занимает. Вообще красота. К этой удочке я брал уже такие простенькие катушки. Не такую, это все-таки больше такой спиннинговый вариант. И для такого рода удилищ она не нужна просто. Ой, кольца крепкие. Только что я это проверил. Так. Ну и уже к более серьезному, да, к моей теме канала. На моем канале много проведено наблюдения. Товарный вид. Ну, кстати, видите, абсолютно целая пришла. Приобрела с SD-карты памяти на 32 гигабайта. По возможности я считаю, что лучше брать с картой памяти. Потому что камеры, которые продаются в комплектах с картой памяти, да, они чуть дороже получаются, сами карточки. Но они уже проверены с этой камерой. И 100% будут функционировать. В чем преимущество вот этой камеры? Кстати, она, вот их же. Камера с прошлой распаковки. Это, в принципе, такая же камера. Только вот она, белая, с ушами. Только эта камера с солнечной панелью. А вот эта камера просто Wi-Fi. Но и та, и другая. В чем вообще их преимущество? В чем их фишка? Вот этих вот ушашек-чебурашек. Вот они. В чем их преимущество? То, что они работают в приложении Tuya. То есть умный дом Tuya. Таких камер сейчас становится постепенно все больше и больше. Приложуха просто обалденная. Самое лучшее, наверное, что я, ну, что я, в принципе, пробовал. Что, в принципе, на данный момент есть. Потому что она так, как Tuya, ничего им вот так быстро не присылает, во-первых, пуш-уведомлений по обнаружению движения. Во-вторых, вот эта вся штука с объединением всех вот этих устройств умного дома вместе, постановкой сценариев и так далее. И опять же, вот эта камера особенно интересна с солнечной панелью. Как она будет именно обнаружение движения человека делать, не делать, то есть на каких расстояниях и так далее. Очень интересно это попробовать. Если вам интересна эта тема, напишите, пожалуйста, в комментарии. Я потороплюсь сделать обзор именно на нее. Так, давайте-ка вот этот пакет. Лёгенький пакет. Непонятно с чем. Я подумал даже вот так вот пальцем. Вот в отверстие. А, вон, консолидировано. Раз. Два. Аккуратно открываем такие мягкие пакеты. Перчатки пришли, друзья. Это женские, по-моему, ну как, не то что женские, а мужские, это не важно. Такие лыжные перчатки. Очень утепленные. Очень хорошо, что у них, смотрите, есть вот, ну вдруг вы захотите, да, приобрести перчатки на Алиэкспрессе. Это не дешевые перчатки, там можно, наверное, подешевле найти. Это на рукава или как, резиночка, короче, здесь есть. Во-вторых, есть такая штучка, чтобы, допустим, сбросить перчатки там и никуда не потерять. Такая антипотеряшка. И, в принципе, перчатки, я вам скажу, ну, как будто они ватные, знаете, внутри. Пошиты хорошо. Мягенькие такие. Клёвые перчатки. Беленькие взял. Вот так вот. А это моя тема. У меня просто зимняя одежда вся такая, как у охотника. Камуфлированная. И поэтому взял себе у этого же самого продавца, по-моему, да? Раз всё это в одном пакете было, это логично, да? Как и у тех здесь вот такой вот, ну, эко-кожа хорошего качества. Вот эти вот пальцы, большой указательный палец. Специально, чтобы не снимая перчатки, можно было в смартфоне что-то по экрану елозить. Вот такой вот камуфлированный вариант для охотников заценить. Смотрите, видите, как это бьёт. Тут всякие веточки, листики. Можно зашифроваться. Размер я выбрал эмочку. Да, у меня чуть побольше рука. Здесь вот такой вот типа а-ля мех. И внутри прямо всё как мембранка такая. Тоже как ватка. У Паульс я, конечно, такими не буду ходить вместо тех хошных. Поехали дальше. Вот такой вот тоже на ощупь консолидированный пакет. Вроде как изначально было мало посылок, да? А вот так вот в каждом пакете под 3-4 и уже как бы количество нарастает. Так что, не такая уж и маленькая распаковка. Хотя, конечно, посылочки такие. Ну, как просили, всё показывает, всё, что заказывал. Это вот такие, как они, манежки или как они там называются. Для продвиха. Самый дешманский взял. Но главное, чтобы они были, как говорится. И главное, чтобы были вот эти отражайки. Это в случае, если я как-то на велосипеде, на мотоцикле или ещё как-то ездишь. Ну, в принципе, сейчас положено так. И я считаю, что это правильно, конечно. Чтобы вас было видно на дороге в темноте. Такую вот накинули. Здесь вот липучки. Самые дешманские вот эти сеточки. Во-первых, потому что они дешманские. Самое главное, они функцию выполняют. Единственное, что я не знаю, как правильно. Я делал неправильно. Ну, вроде как правильно. И они сеточка летом хорошо. То есть, от этого не жарко будет. И ты вроде как весь подсвечиваешься. По три полоски здесь нормально. А-а-а, это похоже термобельё пришло, да? Термобельё. Эта штука полезная. У меня было старое термобельё. Ну, и есть старое термобельё. Но оно такое уже, как бы, уставшее. А это взял, ну, естественно, я сейчас одевать не буду все эти штанишки. Ну, такие вот, опять же, в тему камуфляжные, природные, да? Олзди, Эйзди, как оно так называется, не знаю, как правильно. В общем, термобельё. Не самое дешёвое, не самое дорогое, естественно, если с магазином сравнивать. Ну, и не дешман Алиэкспресса. То есть, нормально, видно, качество хорошее. Как будет греть, пока не могу ничего сказать. По качеству хорошее. А что так мало места занимает? Моё, вот сколько места занимало. Так, неужели тут поместились и штаны, и верх, и верх, и низ. Вот китайцы умеют упаковывать, да, вы видели? Вот такая вот, и тут целое это. Вот женское термобельё, что мне было гораздо сложнее найти. Почему-то Эльку взяла. Ну, вроде как люди писали, там я смотрел по размеру. Ну, вроде нормально, маленькая, кажется. И вот такие штанишки. Ну, блин, они, конечно, кайфовы. На ощупь, я вам скажу, не то, что мужское. Мужское, знаете, такое цеплялось, а здесь вот чувствуется женское. Как это, фланели или что-то такое. То есть, вот как бывает, мягкие шарфы, которые приятно трогать. Вот такая красота. В общем, женское термобельё. Тоже оставлю ссылочку в описании к ролику. Единственное, что мне не нравится, тут большой вырез. Всё-таки эта как бы штука планируется под одежду надеваться, чтобы было тепло. Чтобы было не жарко, а вот именно тепло отводить. Влагу и все дела. Проверим, время покажет. Давайте посмотрим, что у нас вот здесь. Вот, что-то по всему, это камера. А может и нет, уже сомневаюсь. Что это такое? Зарядное устройство? А, это зарядное устройство. Полюбасу. Да-да-да. Потому что я уже думал, это инвертор. Инвертор очень похож на инвертор. Но инвертор-то я уже это, как бы, получил. Ну, блин, вес, конечно, отнимало всё занимает. В общем, друзья, это зарядное устройство для заряда литий-фосфата железного аккумулятора, который сейчас очень популярный. Их всё больше и больше на рынке появляется. Потому что они, благодаря своему небольшому размеру, то есть, предположим, 12-килограммовый аккумулятор, чуть даже меньше, чем автомобильный, на 260 ампер. Вы только себе представьте. То есть, вот такой вот аккумулятор выдаёт 260 ампер ёмкости. Это прилично. Кто понимает, тот в теме. И вот как раз для заряда такого аккумулятора, которого у меня пока что ещё нет. Ну, для понимания, вот такой вот 12-килограммовый аккумулятор может питать двухэтажный дом чуть бы не 2-3 суток, в зависимости от того, какие потребители и так далее. Но, тем не менее. И вот мы, наконец-таки, друзья, подошли вот к этой коробке, которую я ждал с 11-го числа. Я его заказал на 11-е ноября в самую большую распродажу. Переписывался с продавцом и очень его просил, чтобы мне прислал... Точнее, я у него спрашивал, точно ли не будет никаких пошлин и так далее. Я просил продавца о том, чтобы он прислал посылку на российский склад. И из российского склада уже ко мне. Как это многие продавцы делают, когда сумма товара превышает... Сколько там сейчас? 100 евро. То есть, когда товар именно из Китая, чтобы не платить никакие пошлины, они сами их оплачивают там как-то. И товар приходит не из Китая, а уже прошедшее все это издевательство уже доставляется к покупателю. Ну, продавец сказал, да, да, все, мы тебе отправим. И тем не менее, товар завис, продавец молчал. Я уже сам про него забыл где-то в середине... Ну, не в середине, в начале, где-то в 10-х числах декабря. Я что-то подумал, что-то долго идет. Написал продавцу. Оказывается, товар где-то на таможне завис. Какая-то компания мне какую-то смс-ку прислала. Вы сейчас сами понимаете, к смс-кам мы все относимся уже так с насторожностью. Я как-то прочел ее и забыл про нее. Оказывается, это надо было оплатить вот эту пошлину. Ну, ничего сложного не было, конечно, через приложение. Минутное дело и так далее, и все же. Но, на самом деле, если бы я это сделал, когда мне только пришла эта смс-ка, это, конечно, значительно бы все это ускорило. Но я просто не обратил внимания на эту смс-ку. Никто не звонил, ничего не писал, никуда не пришло. Вот пришла тупая смс-ка с ссылкой, переходишь по ссылке, и там вот это все, вся информация, что надо оплатить туда-сюда. Платил, ждал еще две недели, пока там они все это примут или что-то там. И, наконец-таки, они отправили. Плюс еще ждал какое-то время транспортной компании. Вот это все так затянулось. Наконец-то мне курьер вот это оставил. Конечно, я с удовольствием заказал бы вот эту штуку где-то в местных магазинах. Но дело в том, что я, как ни искал, нигде особо-то не нашел. Ну, просто не нашел. Все. Потому что штука по-своему уникальна. Это, друзья, опять же, из темы кемпинга. Некоторые такие, блин, нафиг, нам это надо, мы слушали, слушали. Вот это все. Весь этот рассказ. Ну, на самом деле, это рассказ не пустозвонства, это некий опыт, да. И такой опыт тоже важен. То есть, ничего страшного нет, в том, что или 1400 где-то так я оплатил. Не сильно много по соотношению цены, сколько вот эта штука стоит. Но фишка в том, что уже она настолько легкая. Я вот уже, как я понимаю, что это такое. Вам пока на этом. Ну, может, кто-то догадался, конечно. Штука не дешевая. Но штука по-своему уникальна. Может быть, кто-то сам это может собрать. Я не спорю. Просто это сделано из титана. А титан очень легкий. Не все умеют его там варить, резать и так далее. Потому что он прочный. Он легкий и прочный. Когда-то она была на складе России. Я ссылку, конечно же, оставлю в описании под этим видео. Как он упаковали. Надежно. Вот. Вот такой вот размер, ребята. Вот такой вот размер. Смотрите. Эта сумка просто от ноутбука. Представляете? И вес она весит даже меньше, чем ноутбук. Я не знаю, полтора килограмма, наверное. Как ноутбук она весит. Красота. Здесь давайте. Сейчас мы вернемся. И это вот вторая к ней. Все. Вот это вот спокойно может поместиться в обычный любой туристический рюкзак. Легко. И она легкая. Все вот это вместе до трех килограмм, насколько я помню. Давайте. Открывать. Ждал я, конечно, это все. Потому что я увидел у некоторых ребят, которые занимаются походами, вылазками на природу буквально там на неделю, на месяц. Потому что, конечно, можно без этого всего. Можно все самому лагерь разбивать. Раскладывать лагерь из местного, что там есть. Ветки, палки и тому подобное. Собрать вот из этих всех веток какой-то шалашик себе. Сделать костер таежный. Таежные костры, которые будут обогревать. Но это все время. Ну, все это занимает время. А вот эта штука раскладывается, кто уже там руку набил, раскладывается минут за 7-10, да? Сейчас я, конечно, раскладывать не буду. Тут просто места не хватит. Ну и как-то зачем я сейчас... Как мангал. Выглядит как обычный дешевый мангал из этих. Очень легкая. Вообще материал. Прям это не жесть. Это не жестянка для понимания. Она даже на ощупь не чувствуется. Она как будто какая-то матовая, да? Конечно, она потом красиво вся обгорит разноцветными цветами. Это титана, ребята. Жестянка бы даже весела побольше. Здесь даже стеклышко есть. Настоящие, кстати, стеклышко. И, кстати, оно толстое. Оно где-то из миллиметра 4. Вот такое вот. Еще стеночки. Вот такой вот. Рючок. Закрывается. Сделано все по-заводскому. Все классника. То есть это не китайщина какая-то. Но и цена у нее нормальная. Если вы посмотрите по ссылке. Вот. Видите, здесь все прям прикручено на болтиках. И все, в принципе, разбирается. Стекло прям реально толстенькое. Вот. Это печка. Не знаю, сказал ли не сказал. Вот. Здесь у нас под трубу. И вы скажете, а где здесь труба? Труба же должна быть какая-то такая. А вот и труба. Это, во-первых, цепляющаяся сюда, да, как я понимаю. Такое забрало. Или как она там, ну, запорка или, да. И вот она, ребятки, труба. Труба тоже выполненная не из жестия. Какая-то она тоненькая, но крепкая, видно. Она очень тонкая. Очень тонкая. Здесь, кстати, всякие вот эти винтики для скрепления. Вот видите, тут еще вот такой наборчик идет. Шпильки вот такие вот. Кольца. В общем, принцип какой? Я сейчас это, естественно, раскладывать не буду. Вот этот рулон расправляете и вот так его скручиваете. Вот этими кольцами сцепляете. И вот вам труба выхлопа воздуха. И все вот это, вот вы видели, сколько мало места занимает. И как мало весит. То есть, это полноценная печка, которая может согревать вас в любую погоду. В палатке можно, естественно, вот с такой буржурки, даже слабенько ее топив, набрать температурой 25 и 30 градусов. Можно запросто градусов. Ну и сильные морозы, ну, градусов 17-18 вполне можно нагнать в палатке. Что ж, друзья, вот такая вот у нас была распаковка. Достаточно разнообразная. Конечно, по большей части преобладала тема кемпинга, велосипеда, даже рыбалка. Ну, в принципе, такая некая туризма тема отслеживалась. Однако, была еще и камера видеонаблюдения. Только что проектора в этот раз не было. Ну, в целом, не знаю, как вам, но мне было очень интересно. Ссылки на все эти товары вы можете найти в описании под видео. Посмотреть их актуальные цены, заказать. Сегодня в Инстаграме я выложил пост о том, что завтра на моем канале... То есть, завтра, скорее всего, все-таки в 19, друзья. Давайте так договоримся. Да, завтра 6 января в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире мы запустим трансляцию и разыграем 7 призов. Так что, желательно, чтобы ваше присутствие было на моем канале. То, что это приятнее, особенно если победитель будет прямо вместе с нами в онлайне. Обрадуется. Вообще круто. В общем, всем желаю любви, добра, осознанности и смелости. С вами был Ёж. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok